И сегодня же в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев болел за команду российских грибцов, которые боролись за кубок президентской регаты. Его глава государства вручил победителям соревнований. Репортаж Александра Чиженка. Президентская регата стала одним из центральных событий празднования Дня города в Санкт-Петербурге. Впервые после долгого перерыва соревнования проходили в центре, на фонтанке, собрав огромную аудиторию зрителей. Финальные же заезды состоялись на реконструированном грибном канале. Повод учредить новую регату выбрали весьма достойный. 150 лет грибному спорту в России. Первые клубы появились именно в Санкт-Петербурге. Среди тех, кто занимался здесь греблей, был и Дмитрий Медведев. Так что сегодня он наблюдал за финалами с профессиональным интересом. Осмотрев только что открытый комплекс клуба «Стрела», президент отметил как плюсы, так и минусы. Здесь созданы очень хорошие условия для тренировок, занятий спортом. Во всяком случае, вот в той крытой части, все как надо. Есть, конечно, я тоже посмотрел некоторые проблемы с водой. Проблемы эти, несоответствие размеров построенного нескольких десятилетий назад грибного канала современным олимпийским требованием. Но грибцы, у которых в последние годы было немало трудностей, рады и этому. То есть есть специальное место для тренировок, не надо ходить по небе, как раньше. Сегодня питерцы были на высоте. Именно они в командном зачете завоевали Кубок Президента. Другие награды, государственные, получили те, кто создавал славу советского и российского грибного спорта. Президент отметил, что сегодняшнее событие должно стать сигналом и для власти, и для бизнеса. Впредь этому виду спорта будут уделять больше внимания. У нас совсем скоро очередная олимпиада. И уж скоро мы замахнулись на регату, привлекаем к этому государственное внимание, международное внимание. Все это должно конвертироваться и в наши успехи. Наверняка поспособствует этому и нынешние регатов, которые приняли участие около 900 грибцов из России, Польши, Германии и даже команды Кембриджского и Ельского университетов. Хотелось бы, чтобы эта традиция была и чтобы не только участвовали Санкт-Петербург, ближайшие города ее, но и побольше москвичей. Потому что здесь практически московских команд не было. То, что регата станет ежегодной, вопрос решенный. Так что у москвичей есть шанс в следующем сезоне побороться за Кубок Президента. Александр Чешенок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.